Лирические стихи ведут такую двойную жизнь. С одной стороны, у них есть серьезная такая филологическая библиотечная жизнь. Та, о которой Блок пренебрежительно сказал стать достоянием доцентов. Но есть у них другая жизнь для тех, разумеется, кто к поэзии неравнодушен. Когда стихи человеку сопутствуют. Ну, дальше это может быть там у кого какая память и какая в этом потребность. Ну, средний любитель стихов, наверное, помнит их там, не знаю, 20-25. И время от времени к ним возвращается. Ну, моет посуду и что-нибудь там бубнит. Мне вот такая жизнь стихов кажется вот их главной жизнью, да? когда они нужны не специалистам, не по профессии, а нужны, короче говоря. И вот в моем таком маленьком приусадебном лирическом хозяйстве всенепременно есть стихотворение Тарковского «Титания». Каждую осень, когда я иду в компанию грибников, сам я не очень грибы вижу, но за компанию люблю побродить, я их всегда читаю. Вот они такие. «Титания». Прямых стволов благословения и млечный пар над головой, и я ложусь в листву осеннюю, дышу под спудицей грибной. Мне грешная моя невинная земля моя передает свое терпенье муравьина и душу крепкую как йод. Кончаются мои скитания, я в лабиринт корней войду и твой престол найду. Титания в твоей державе пропаду. Что мне в моем погибшем имени? Твой ржавый лист моя броня. Кляни меня, но не гони меня. Убий, но не гони меня. Ну, прежде всего, что такое Титания? Титания в этом стихотворении из Шекспира, из «Сна в летнюю ночь» это королева эльфов. Ну, в общем, с некоторой натяжкой можно сказать, что это королева потустороннего загробного мира, персонаж английских и ирландских мифов. И осень его лет, здесь это пишут в 58-м году вполне уже зрелый поэт за 50. Она и у него, и у всех, как правило, лириков хорошо рифмуется с осенью природы, наводит на один и тот же эллигический торжественный лад, ну, и так далее. И совершенно понятно, почему я тоже далеко не мальчик, подвержен влиянию этих стихов в осеннюю пору. вот эта вот книжность Тарковского, когда он появился, ну, на моей памяти, стал заметным для людей моего поколения поэтическим явлением в 70-е годы, его попрекали книжности, да, после вот этих титанов Серебряного века, он казался таким тех же щенопожи живлей подголоском. Мне не кажется книжность недостатком, если под книжностью не понимают вторичность восприятия. Мне кажется, что в данном случае книгу, знания и предания этот поэт воспринимал столь же живо, как и какие-нибудь явления живой неокультуренной жизни. Вот смотрите, он был фронтовик, причем такой настоящий, немало времени проведший на передовой. Он был инвалидом войны, то есть мы не можем его заподозрить в каком-то умозрительном знакомстве с произошедшей национальной трагедией. И вот он пишет фронтовые стихи проводы, где сначала совершенно в реалистической манере, окопной правды, описывает проводы на фронт человека, даже называет его советским словом колхозник, то есть все более чем реалистично. И в последней страфе «А на выезде плачет жена, причитая и руки ломая, словно черные кони мамая, где-то близко, как в те времена, мчатся снежную пыль подымая, ветер вьет, извинят стремена». Значит, у него в одном стихотворении соседствуют колхозник и мамай. Или такое стихотворение, посвященное войне. «На черной трубе погорелого дома Орел отдыхает в безлюдной степи, так вот, что мне с детства так горько знакомо видение цезарианского Рима, горбатый орел и не дома». «Не дыма, а ты мое сердце и это стерпи». Значит, он настолько в равной мере близко и интимно чувствует вид пепелища, которых он видел немало, повторяю, как человек воевавший, и вымышленный, вычитанный образ цезарианского Рима, что они соседствуют в его стихах. Это я отвечаю на некогда приставший к нему такое обвинение в книжности. Более того, мне такая натуральная книжность кажется даже сильной его стороной. Вот, послушайте, эти стихи о войне тоже, которые, на мой-то вкус, достигают фольклорной непосредственности и такой высокой простоты. Иванова Ива. Иван до войны проходил у ручья, где выросла Ива неведомо чья, не знали, зачем на ручей налегла, а это Иванова Ива была. В своей плащ-палатке, убитой в бою, Иван возвратился под Иву свою. Иванова Ива, Иванова Ива, как белая лодка плывет по ручью. Это очень редкий дар, чтобы в романтическом поэте, а последние почти что 300 лет, они все по большей части романтические, и значит, по определению индивидуалисти, вдруг зазвенела вот такая фольклорная, неподдельная струна. помните, Толстой восклицает в сцене, где Наташа Ростова на охоте у дяди своего, что она там делает, поет, танцует, да, он восклицает, откуда в этой графинюшке, и также можно воскликнуть применительно Клервонтова, откуда в этом Борчуке талант написать казачью колыбельную или песню купца Калашникова. Воротынский не меньше поэт, но явно, что он поэт другого склада, и ему ни за что не написать такую песню. Ну, такие песни, такую ноту мог изобразить нам Пушкин, но Пушкин был гений, он мог все. А после него уже идет в 20 веке Блок мог, да, но Есенину Бог велел из более поздних и это удивительным образом удавалось Галичу, да, вот эта песня его, мы похоронены где-то под Нарвой, побудка она, по-моему, называется, мороз по спине вот от таких удивительных, непонятно откуда берущихся способностей к фольклорному лирическому сопереживанию практически анонимному, мастерски лишенному авторству. Очень здорово удавалось Арсению Тарковскому передавать состояние остолбенения, знакомое большинству людей, когда кажется, что мгновение остановилось и ты будешь его воскрешать, и ты обречен уже всю свою жизнь воскрешать это остановившееся мгновение. Ну вот, послушайте. Река Сугаклея уходит в камыш. Бумажный кораблик плывет по реке. Ребенок стоит на песке золотом, в руках его яблоко и стрекоза. Покрытое сеткой прозрачное крыло звенит, и бумажный корабль на волнах качается, ветер в песке шелестит, и все навсегда остается таким. А где стрекоза улетела? А где кораблик уплыл? Где река утекла? Вот, мне кажется, тот же самый эффект удачно, ну, удачно, потрясающе остановлено мгновение в стихотворении «Белый день», которое я сейчас читаю. Камень лежит у жасмина, под этим камнем клад. Отец стоит на дорожке, белый, белый день. Цвету серебристый тополь, цинтифолия, а за ней вьющиеся розы, молочная трава. Никогда я не был счастливей, чем тогда. Никогда я не был счастливей, чем тогда. Вернуться туда невозможно, и рассказать нельзя, как был переполнен блаженством этот райский сад. Смотрите, просто, как слились тесно литературные и библейские знания, переживания, сопереживания и личные переживания. Как хочешь, так и понимай. Хочешь, понимай, как притчу, а хочешь, в биографическом понимай смысле. Теперь вот такой два стихотворения с одним и тем же рефреном. Иногда они печатаются, как цикл из трех стихотворений, но вот в моем издании они порзень, и мне так выгоднее. Как сорок лет тому назад сердцебиение при звуке шагов и дом с окошком в сад, свеча и близорукий взгляд, не требующий ни поруки, ни клятвы. В городе звонят, светает, дождь идет, и темный, намокший, дикий виноград к стене прижался, как бездомный, как сорок лет тому назад. Как сорок лет тому назад я вымок под дождем, я что-то забыл, мне что-то говорят, я виноват, тебя простят, и поезд в десять пятьдесят выходит из-за поворота. В одиннадцать конец всему, что будет сорок лет в грядущем тянуться поездом идущим и окнами мелькать дыму, всему, что ты без слов сказала, когда уже пошел состав, и чья-то юность у вокзала от провожающих отстав, домой по лужам, как попало, плетется, прикусив рукав. Эти стихи написаны в шестьдесят девятом году. Тарковский родился, если память мне не изменяет, в тысяча девятьсотсвятом году. Когда я двадцатилетним, двадцатидвухлетним читал эти стихи в семидесятые годы, я думал, вот дает. Мне казалось, что за шестьдесят, но невозможны любовные переживания с рефреном, как сорок лет тому назад. Свидетельствую, как человек далеко за шестьдесят, еще как возможны. Вот. Так что жизнь промелькнула мигом. И эти стихи, как мне нравились в течение сорока лет, что я их читаю, так они мне продолжают нравиться с этим набатом, как сорок лет тому назад. Значит, если прищуриться, что в них происходит? какой-то очень важный поезд, определивший целую жизнь душевную, духовную, пришел в десять пятьдесят и ушел в одиннадцать. С одной стороны десять, на одной чаше весов десять минут сорок лет назад, на другой чаше весов сорок лет. И эти десять минут вполне уравновешивают эти сорок лет. Это очень красиво и достоверно психологически. Следующее стихотворение пример того, как в сущности стихам позволено говорить полный вздор и при этом быть замечательными стихами. Предчувствием не верю и примет я не боюсь. Ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет. Бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти ни в семнадцать, ни в семьдесят. Есть только явь и свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. мы все уже на берегу морском. И я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком. Ну, фактически это не так. И все мы прекрасно понимаем, что смерть существует. Не говоря о том, что сейчас эта вся запись идет, когда у нас эпидемия чудовищная, и эти траты происходят совершенно в противоестественном режиме. О чем это говорит? О том, что содержание стихотворения вовсе не это. А содержание стихотворения те удивительные, редкие и очень многие, очень многим знакомые мгновения, когда по каким бы то ни было причинам мы очень воодушевлены. и страх личной смерти отходит на второй план. Ну, в силу нашей слабости, в силу биологического устройства, мы не можем на такой высокой ноте продержаться долго, если бы не сильно религиозны. Вот, но минуты такие счастливого, наплевательского отношения к личному исчезновению, потому что все бессмертно, они, конечно, яркие минуты. И напоследок скажу, что поэзия совершенно не обязана быть умной и говорить какие-то умные и долгоиграющие, ну, в смысле сказанной мысли, там, афоризма, умозаключения вещи. Но в данном случае Тарковский исключение и со словами его «я бессмертен, пока я не умер», ну, в общем, я живу уже долгие годы, потому что это глубокое наблюдение. Все мы бессмертны, пока не умираем, как это не парадоксально. ivo «я бессмертен» Субтитры создавал DimaTorzok